Здравствуйте дорогие друзья, недельная глава Балак. Мы знаем, что там есть такая короткая история, с чего это все началось. Белам позвал своего друга Балака или недруга с почетной миссией сглазить евреев. Проклясть. Сглаз это очень такая непростая вещь. Нет сомнения, что все от Творца и все, что происходит, все по его воле. И по воле Творца, подобно материальным законам, существуют и что и духовные законы. Подобно тому, как мы должны считаться с материальными законами, например, человеку не надо прыгать там с 25 этажа, то нам следует считаться с законами духовными, законами духовных миров. Сглаз это один из законов духовного мира. В нескольких местах Талмуда упоминается, что сглаза надо действительно опасаться. И когда Бог говорит, не проклинай народ, запрещая Беламу проклинать евреев, к этому тоже надо серьезно отнестись. Век радиоволн, там интернета. Мы можем задать вопрос, в чем заключается сила проклятия? Что это за неведомая такая ученым разрушительная мощь? Нехороших слов там или взглядов. Хазон Иш пишет в своей книге, что даже слишком положительное впечатление от чего-то, высказанное публично, может навредить. Раби Нахман из Бреслова говорил, что у любой мысли есть такой мощный потенциал, который способен изменить ситуацию. Раби Лейзер в Талмуде, в трактате Сан-Хидвин, говорит, что человеку стоит вести себя очень тихо. Ниже воды написано, чтобы дурной глаз не причинял ему вред. Несмотря на то, что ученые не могут объяснить силу сглаза и не могут сказать, откуда она взялась, надо прислушаться к нашим законоучителям. В слове заложена огромная сила, слово первично. Поэтому надо воздерживаться от негатива в адрес ближних, чтобы никому не навредить. Не смотри плохо. Надо держаться вдали от людей, которые говорят, значит, с плохим взглядом. Мудрецы древности настаивали, что это явление очень распространенное. У него есть механизм воздействия и причины появления. Они говорили, что сглаз очень опасен. В трактате Мишны по учению отцов, Теперкеевод, к примеру, написано, что по пагубности сглаз приравнивается к злому началу, из-за которого, собственно, человек грешит. Причем употребляется там выражение, не сводится этого света. То есть сглаз, подобно радиации, может сжевать объект со светом медленно и неотвратимо. Однако, не всех. Но давайте еще. О действенности сглаза можно судить по такому рассказу. Как-то Раф с учениками написано, проходил по кладбищу. И сказал Раф, что 99 из 100 умерли от сглаза. И комментаторы подчеркивают, что это было обычное кладбище, ничем не отличающееся. Можно привести много примеров из источников. Общий знаменатель у них один. Сглаз это явление повсеместной и необычайной силы. В чем же его секрет и как от него уберечься? Прежде всего, нельзя сказать, ну, надо понять вообще природу зрения. Ведь судите сами, вдумайтесь, до сих пор природа дешифровки импульса, поступающего из глаза в мозг, не изучено, никто не знает. Пока речь идет об обработке изображения глазным яблоком. Ученые говорят, понятно. Но когда импульс уходит в мозг и превращается в картинку, это загадка загадок. Значение зрения в иудысьме огромное. Мудрецы Талмуда не советуют смотреть, например, в лицо злодею. О мудрецах Кабалы они предостерегают от зрения гневащего, не смотрим в лицо гневающегося человека. И таких рекомендаций в наших источниках очень много. Потому что сам взгляд как бы связывает смотрящего с объектом того, что он рассматривает. Теперь очень сильно можно взглядом повлиять на окружающую среду. Очень красивую идею высказал Маораль. Известна всем заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. И вот она напрямую связана, написана с темой сглаза. О чем идет разговор? Человек идет по улице, а люди на него как будто столбы какие-то ходят. С ними просто надо разминуться. И невольно человек транслирует наверх. Мне все равно существуют они или не существуют. И это написано сглаз. И Тора говорит человеку, что ты не обязан бросаться каждому на шею. Но смотри с расположением на людей. Хорошим взглядом смотри. Впрочем, написано, что духовный потенциал нашего поколения намного ниже, чем у наших дедов. И поэтому можно быть уверенным, что уровень радиации от глаза в наши дни намного менее опасен. Если говорить о практических вещах, сказано, что псалом номер пати, если ты чувствуешь, что тебя сглазили, тебе кажется, читай пятый псалом, он помогает. Раф Якубов, ссылаясь на каббалистов, рекомендовал, например, правый глаз закрывать и смотреть на левую ноздрю. Так написано в каббале, это снимает с глаз. Но самое главное не это. Память о том, что Бог охраняет человека, лучшее средство от любого сглаза. Так написал Иуда Мендельсон. И наши мудрецы говорили, если ты не веришь в сглаз, он тебя особо не может повредить. Если ты веришь в Бога, сглаз вообще не работает. Брахава, слаха, давайте, чтобы нас никто не сглазил, и мы никого. Давайте смотреть на мир хорошим, добрым взглядом.